Троллейбус По плану учений троллейбус прибывает в парк, где проводится предварительный осмотр салона. Прикасаться к найденному предмету ни в коем случае нельзя. Предположений насчет содержимого, казалось бы, обычны. Коробки много, однако времени на раздумья практически нет. Именно для этого и проводятся учения, чтобы довести действия каждого человека, попавшего в экстренную ситуацию, до автоматизма. Администрация Денецкого района большое внимание уделяет обеспечению безопасности жителей района, одной составляющей, частью которых является обеспечение транспортной безопасности. Именно поэтому сегодняшнюю тренировку мы провели на базе МОП «Видновский троллейбусный парк». После обнаружения подозрительного предмета диспетчер троллейбусного парка оповещает рабочих о начале эвакуации и вызывает необходимые службы. Сотрудник охраны в салоне троллейбуса обнаружил посторонний подозрительный предмет. Эвакуация персонала должна пройти быстро и без осечек, на счету буквально каждая секунда. Все сотрудники троллейбусного парка покинули территорию достаточно быстро, за 7 минут. А в это время уже прибывают полиция и службы спасения. Дальше все действия по опознанию подозрительного предмета велись следственной группой и кинологом. В экстренные службы прибыли в установленное время, действовали согласно своим алгоритмам. Антитеррористическая комиссия проводит подобные учения каждые три месяца. А проверяемые ею учреждения тренируют действия в экстренных ситуациях раз в месяц. Итоги учебной тревоги комиссия оценила удовлетворительно, а значит бояться нечего. Однако все же пусть подобные случаи остаются исключительно тренировочными. Арсений Рогазянский, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.